Единое налоговое уведомление содержит информацию о трех налогах – транспортом, земельном и налогу на имущество физических лиц. По каждому объекту налогообложения будут указаны период, налоговая база, ставка, льготы при их наличии, сумма налога к уплате или уменьшению. Чтобы свести к минимуму случаи использования для расчета налогов некорректной информации, вместе с уведомлением направляется специальная форма заявления. В случае обнаружения гражданами неточности в налоговом уведомлении, они смогут заполнить и направить в налоговый орган заявление. Сделать это можно по почте или воспользоваться электронными сервисами на сайте ФНС России. Инспекция, в свою очередь, перепроверит указанные налогоплательщиками сведения и сделает перерасчет суммы налога, если данные подтвердятся. Тем же, у кого имеются долги по имущественным налогам за прошедшие налоговые периоды, сотрудники налоговой службы рекомендуют погасить их как можно скорее. Чтобы не накапливать пение. Кроме того, советник Государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса сообщает, что ФНС России номер 25 Свердловской области проводит 15 июня в 10 часов бесплатный семинар для налогоплательщиков, предоставляющих отчетность через интернет. Семинар так и называется – предоставление информационных услуг в электронном виде по каналам связи в режиме онлайн. Место проведения семинара – город Полевской, улица Декабристов, 4А. Справки по телефону 4 05 29.